Недавно мы рассказали о том, что США вели кейс Навального, пакет санкций против РФ. Возникают новые вопросы, поэтому есть смысл еще раз обратиться к данной теме. Понятно, что мы не можем владеть всей мотивацией Белого дома при введении последнего пакета, поэтому можем только предполагать, но основные мотивы очевидны. Во многом американские санкции повторили европакет, хотя в итоге оказались шире. Это было сделано неспроста. Сейчас Байден пытается восстановить отношения с союзниками, разваленные Трампом, в том числе и с Европой. Поэтому дипломатическим языком подан сигнал европейцам про солидарность. Возможно, если бы ЕС приняли свой пакет позже, то и Вашингтон не стал бы торопиться. Проще говоря, это не американские санкции. Штаты поддержали своих союзников, и те должны были это оценить. Расклад прост. Европейцы почти месяц обсуждали свой пакет и делали это публично, а Штатам вообще было не до того. И вот Брюссель объявляет о введении своего пакета, и Штаты мгновенно вводят примерно то же самое, без каких-то обсуждений и предварительных анонсов. И в итоге американские санкции в основном совпадают с европейскими. Очевидно, что американцы взяли за основу параметры Европы и немного добавили от себя. Это сигнал не Москве, а Европе. Ну а Брюссель тут набрал весомости. Если мы уже решаем санкционировать кого-то, знайте, Штаты тут тоже поддержат. И Вашингтон подыграл. Кроме того, это была проба пера новой администрации, и в общем она удалась. Но одно дело подыграть европейцам, и совсем другое – ввести свою игру. А она ведется, и Штаты выдвинут свою инициативу после того, как Байден раскидает насущные вопросы. А тем временем Госдепартамент сам готовит санкции, и в этот раз возникло взаимодействие с Великобританией. Похоже на то, что до Москвы доходят слухи о том, что только что они получили тренировочный набор. Но на подходе настоящие и уже по инициативе Вашингтона. А это Москву совсем не радует. Вот что пишет российская пресса. США и Великобритания обсуждают возможность введения дополнительных санкций против России. Рассматриваются шаги вплоть до мер в отношении российского государственного долга. В данном случае речь идет о ценных долговых бумагах под обязательства государства. Это мощный финансовый инструмент, который используется для срочного привлечения в бюджет. Но если на эти бумаги будут наложены санкции, то как минимум американские инвестфонды должны будут выйти из этих активов, что их обвалит. Более того, даже разговоры о санкциях на госдолг уже понижают цену. То, за что они могут прилететь, российская пресса описывает так. Новые санкции будут введены в соответствии с актом о запрете химического оружия 1991 года, если Москва не выполнит ряд американских условий. Вашингтон, в частности, требует допустить инспекции на российские объекты химоружия, а также дать гарантии, что оно не будет использоваться вновь. Наиболее вероятным шагом станут санкции против российских олигархов в рамках акта Магнитского, который разрешает наказывать людей за нарушение прав человека или коррупцию. Если же будет обнаружено, что Россия снова нарушает международный запрет на химическое оружие, Байден рассмотрит вопрос о введении санкций в отношении суверенного долга вместе с европейскими союзниками США. Вот это и есть домашняя работа непосредственно американцев. А то, что мы недавно видели, это даже не увертюра, а настройка инструментов. У Москвы сейчас начинает работать эффект приближения. Очень часто он хорошо отрезвляет торкнутых маразматиков, но насколько эффективно будет в этот раз, покажет ближайшее время. Если Москва продолжит показывать средний палец, то вероятно этим пальцем они опять будут выковыривать ножки Буша. Так уже было и ничто не помешает сделать это еще раз, пожестче. Все уже устали слышать об очередном пакете санкций, которые прикручиваются частным лицам и организациям из РФ за такое количество подвигов и скандальных заявлений, что эту территорию давно надо отнести к зоне всемирного карантина и больше туда ничего не посылать и не брать оттуда. Фокус в том, что это образование не производит вообще ничего такого, без чего мир не сможет обойтись. А что касается углеводородов, то реалии говорят о том, что если закрутить эти трубы, то объемы нефти и газа быстро компенсируют другие производители, у которых нет ни мании величия, ни преследования. Более того, они встретят новость, приветствуя долгими продолжительными аплодисментами, переходящими в овацию. Тем не менее, санкции обычно применяются к лицам, которые не имеют счетов на Западе и, согласно закрытым инструкциям, не имеют права покидать пределы РФ. Вот им и запрещают въезд в ЕС и США с обещанием блокировать счета. Или налагаются санкции на предприятия, где обслуживается и хранится боевая химотрава. По определению, это предприятие будет режимным и там нет никаких контактов с загнивающим Западом. Поэтому запрещать ему чем-то торговать или что-то покупать – бесполезное дело. Там даже без санкции покупки чего-то происходят через третьи руки, под контролем органов. Ну а поставлять, на разлив свою продукцию типа «новичок», как сейчас продают вакцину «Спутник», там тоже не решаться даже по приколу. В итоге получается, что вводимые санкции практически никак не влияют ни на лиц, которые что-то от них могут потерять, ни на предприятия, которым они до лампочки с самого начала. Некоторые даже хвастаются тем, что их имя или название находится на карандаше Госдепа. Хотя такие санкции тоже нужны и полезны, только надо знать, когда применять, кому и в каком объеме. Это своего рода «фэ» или демонстрация недовольства. Оппоненту посылают сигнал о том, что с какими-то действиями далее не намерены мириться. Но постоянно повторять предупреждение – бесполезное занятие. Это похоже на действия КНР 70-х годов, когда они сыпали угрозами на международной арене, но никогда и ничего серьезного за этими угрозами не стояло. Тогда и родилось крылатое выражение «последнее китайское предупреждение». Сейчас все во многом похоже на грозные китайские заявления. Но если за Китаем тогда не было почти ничего, кроме права вета в Совбезе, то у Запада все есть для того, чтобы наполнить свои предупреждения практическим смыслом. Только этого еще ни разу не произошло. Мелкие уколы неприятны, и в общем смысл этих сигналов сводится к одному. Мы знаем, где ваши деньги и в любой момент можем их прикрыть. Как это ни странно, но самая чувствительная акция в этом плане была произведена во времена Обамы, когда на счетах Банка Ватикана заблокировали почти 200 миллиардов карманных денег Путина. Друг Сильвио убедил друга Владимира, что Банк Ватикана – лучшая нычка. А вон, а как оно вышло. И будь эти деньги официально записаны на Путина, он смог бы что-то там требовать и шуметь, а так как все ништяки оформлены на подставных, лишний шум поставит подпись под этим баблом. Сейчас нет данных о том, что случилось с теми деньгами при Трампе, но можно догадываться, что Чубчик исправил ошибку Обамы, и дело закончилось тихо, хоть и не без трупов, в частности, управляющего Банком Ватикана. Тем не менее, инструменты есть, и они могут работать, если к этому есть политическая воля. Как маленький, но все же показательный пример того, как это должно работать, можно привести ситуацию, которая удивительным образом сейчас разворачивается в Германии. Причем в немецкой и европейской прессе об этом не трубят, кроме нескольких изданий, зато россияне зашевелились, как клопы в старом диване, который бросили в костер. Дочерние структуры российского государственного телеканала Russia Today в Германии столкнулись с отказом в банковском обслуживании. Напомним, речь идет о структуре боевой пропаганды РФ, которой руководит старшая боброедка Симонян. И что самое обидное, в этом году на ее структуру и пару других рупоров пропаганды Кремль выделил наполовину больше средств, чем в прошлом. А тут такая засада. С чувством глубокой скорби российские СМИ пишут. Компания Raptly и RT Productions 26 февраля получили уведомление о закрытии счетов в Коммерцбанк с 31 мая этого года. Это произошло спустя месяц после заявления о предстоящем в декабре 21-го запуске телеканала. Raptly направила несколько десятков запросов в другие банки Германии, а также в европейские банки, имеющие отделение в Германии, с просьбой об открытии счета. Но ни один из них не согласился. Динара Тактасунова, руководитель одной из немецких компаний Russia Today, заявила. По большинству запросов получены отказы, остальные были проигнорированы. У нас есть основания полагать, что против RT в Германии ведется компания, которая, по сути, сводится к финансовому эмбарго. Это дошло до российского МИДа, и так как министр Лавров сейчас находится на техобслуживании у Кузнеца, то за него дунула Маша Захарова. Расцениваем шаги по закрытию счетов российских информационных агентств в качестве элемента политического давления на журналистов и как очевидное нарушение обязательств ФРГ по обеспечению свободы слова и СМИ. Вот так Маша вспомнила о свободе слова, вместо которой в РФ давно стоит домик с дыркой и возмущается наездом. Но формально нет никакого наезда. Никто не отнимает лицензии и не заставляет вещать что-то определенное. Да, финансирование – все. Но при чем тут свобода слова? Что-то подсказывает, что понемногу на Западе начинают дегустировать вкус гибридных санкций. По крайней мере в курятнике кудахчут так громко, как не слышали уже давно. Оказывается, все можно делать технично и на любые вопли о свободе слова просто ответить. Ой, я вас умоляю, не делайте мне нервы.